В отделении переливания крови Одинцовской ЦРБ состоялся день донора. В традиционной добровольческой акции в этот раз приняли участие около 30 человек, основная часть из которых представители родительского сообщества Одинцовского городского округа. Анна пришла сдавать кровь впервые, говорить, что чувствует себя великолепно. Она провела с катетером в руке около 10 минут, за это время пожертвовав почти пол-литра крови. Именно такое количество можно сдать без вреда для организма. Она рассказала нам, почему решила стать донором. Во-первых, показать пример детям, во-вторых, так сложился пазл. Появилось время и возможность, и вот эта акция. Важно отметить, что донором может стать далеко не каждый. Различные заболевания, перенесенные в недавнем прошлом операции, поездки в некоторые точки мира, все это может послужить временным или постоянным отводом от донорства. А для тех, кто допущен и может пройти процедуру донации, существует несколько строгих правил. В плане подготовки непосредственно к донации крови необходимо соблюдать правила. Исключить прием алкоголя даже в минимальных количествах за 48-72 часа. Накануне предстоящей кроводачи не злоупотреблять, не переедать острой жирной пищи, раздражающей печень, поджелудочную железу. Ну и непосредственно в день кроводачи рекомендуется прием чая, побольше жидкости. И допускается прием донорского завтрака в виде хлебобулочных изделий. Если вы тоже решили стать донором, помните, не следует скрывать от врача недомогание. Честно отвечайте на все вопросы. Тогда донорство будет безопасным и для вас, и для тех, для кого вы сдаете кровь или ее компоненты. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...